Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Марина Демченко. Я являюсь руководителем консалтингового центра стратегический маркетинг, консалтинг и коучинг. И сегодня я бы хотела продолжить тему создания живых организаций, саморазвивающихся структур, построенных на принципах самоуправления, высокой мотивации людей, которые работают в этих организациях. Ну и фактически, наверное, имеет смысл поговорить о формировании таких суперкоманд, которые могут сами без кнута и, более того, даже, наверное, где-то без пряника, на внутренних ценностях, на внутреннем желании сделать нечто большее, развиваться и расти. Отрадно, что такие примеры и в зарубежной, и даже в российской практике уже есть. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что это за организация, каким образом они формируются, ну и, собственно, почему так. Итак, прежде всего, хотелось бы, наверное, начать с того, что любая живая система, она характеризуется, ну, наверное, тремя пластами. Первый пласт, он на поверхности, да, это пласт деятельности, пласт всего того, что мы видим. То есть, каким образом, если относительно организации, каким образом построена организационная структура компании, каким образом идет процесс подчинения, каким образом прописаны бизнес-процессы, как эта компания, как эта организация, или же, если это проектная команда, то, собственно говоря, команда, как она взаимодействует, коммуницирует с внешним миром, фактически проявляя себя, да, вот в своем окружении и в той деятельности, которую она делает. Все, что касается деятельности. Следующий, более глубокий пласт, это пласт ценностей, правил, ограничений и взаимоотношений. На этом уровне в организации рождаются внутренние правила, инструкции, какие-то определенные директивы, и в том числе, и это касается не только организаций, но и любых живых организмов, в том числе просто там человека, да, какие ограничения существуют в умах тех людей, которые в рамках этой компании существуют и работают, что принято, что не принято, как мы делали, а как мы теперь будем делать. И именно на этом уровне, как правило, происходят сложности с менеджментом изменений, да, с управлением изменением организации, потому что так или иначе все мы стремимся к какой-то определенной неизменной стабильности, мы пытаемся действовать так, как действовали ранее, и ожидаем получить положительный результат, который получили до этого. Но, к сожалению, с учетом того, что сегодня действительность меняется, наверное, даже быстрее, чем скорость цвета, да, очень много разных параметров влияют и на жизнь, личную жизнь каждого человека, и на жизнь организации в целом. Зачастую именно на уровне правил ограничений, принципов взаимодействия и взаимоотношения рождаются вот эти вот сложности, когда мы ожидаем одних результатов, в результате получаем другие, а действовать по-новому мы не готовы, ну, потому что мы делали всегда так, как делали, да, и, соответственно, продолжаем делать. Но фокус заключается в том, что существует и более глубокий, да, более такой глубинный пласт, в который, как правило, не заглядывают не только в организациях, но и, собственно говоря, и в рамках личностного развития и роста тоже люди заглядывают не всегда. Это пласт глубоких внутренних ценностей, это пласт базовых принципов существования деятельности организации, любых взаимоотношений, ну и, собственно, человека в целом. В одной из прошлых наших передач, когда мы с вами разговаривали о корпоративной культуре, мы также касались этих трех пластов, и тогда мы говорили о том, что есть уровень атрибутов корпоративной культуры, ну, то есть там какая-то одежда, галстучки, да, с корпоративной символикой, есть уровень ценностей и правил, да, то есть это сформулированная миссия, формализованная система правил взаимоотношений внутри коллектива, соответственно, что принято, что не принято, каким образом мы взаимодействуем, как мы решаем конфликты, как мы относимся друг к другу. И есть наиболее глубокий пласт базовых принципов, где люди поступают так или иначе в рамках корпоративной культуры не потому, что это где-то написано, а потому, что это является их глубокой внутренней потребностью. Это те уже, как бы, да, там глубоко прописанные какие-то нормы и правила, которые позволяют нам действовать не задумываясь, да, ну, потому что априори мы приняли такие правила игры, да, и мы так действуем, исходя из своих внутренних убеждений и ценностей, нежели прописанного какого-то регламента внутри компании. И, ну, вот, собственно говоря, эти три пласта, они точно так же существуют и в рамках корпоративной культуры, и в рамках взаимоотношений в любой организационной деятельности, ну, и, собственно, относительно одного конкретно взятого человека точно так же прослеживаются вот эти три уровня. Здесь, наверное, хотелось бы сослаться на такого автора, современного автора Нурмана Вульфа, его книга «Живая организация», где он, собственно, говорит о трех энергетических полях в рамках любого места работы, где он говорит о том, что эти энергетические поля характеризуют первый пласт – это деятельность организации, это все то, что делают люди, что они делают, как они это делают, каким образом они взаимодействуют с внешним окружением, ну, вот, собственно, все то, что касается, наверное, такого материального, да, выражения результативности, ну, материального выражения процесса и результата этой деятельности. Есть следующий энергетический уровень – это уровень взаимоотношений в коллективе. Как вы знаете, этот уровень значительно приобретает сейчас популярность, очень много исследователей именно бизнес-процессов обращаются уже к этому уровню, что, собственно говоря, очень отрадно, когда люди, вот этот пласт, он характеризует, с кем мы общаемся, как мы общаемся, по какому поводу мы общаемся внутри коллектива, как мы относимся к тому или другому человеку, собственно, что мы под этим подразумеваем, то есть все, что связано с, наверное, исследованием полиэмоционального интеллекта, да, и вот систем взаимоотношений внутри коллектива. И существует третий пласт, вот, опять же, этот более глубокий, который Норман Вульф характеризует как контекст. Контекст – это нечто большее, ради чего люди объединились в этом коллективе, нечто более важное и ценное, во имя чего, собственно говоря, люди работают. И это не про миссию, которую сформировал руководитель, которую напечатали большими буквами и повесили на стене, а это про внутреннее самосознание, понимание ценности каждого отдельно взятого сотрудника, который разделяет, собственно говоря, этот контекст, да. Здесь, наверное, можно еще говорить о самосознании человека, коллектива, организации в целом. Здесь можно говорить о каких-то таких базовых принципах, да, опять же, взаимодействия в коллективе. Собственно говоря, что получается? Норман Вульф определил, что, меняя контекст, меняя вот этот нижний пласт, и если он здоровый, да, если он правильно построенный, если в этом контексте без исключения все сотрудники работают и принимают этот контекст деятельности организации, то и взаимоотношения выстраиваются сами собой, потому что люди понимают во имя чего, да, они, собственно, эти взаимоотношения выстраивают. И более того, что немаловажно, и бизнес-процессы в организации выстраиваются значительно проще и легче, именно потому что люди понимают, что данные правила и механизмы, и система взаимодействия, и деятельность, она продиктована более глубокими смыслами. То есть это действие не ради действия, действие не ради какого-то материального конечного результата, а это действие ради вот этого вот, в рамках вот этого важного контекстного поля. Какие бывают контексты, как ими управлять, и как, собственно говоря, этот контекст в организации выстраивать, мы поговорим с вами в следующий раз. Всего доброго и до новых встреч!